МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему Василиса Марзалюк тренируется только с мужчинами? Много историй в спорткадре и от Александра Медведя, который собирается в ультрасовременный Токио, для того, чтобы сравнить его с отсталым Токио своей молодости. Серебро Марии Мамашук в Рио, разумеется, не конечная цель чемпионки Беларуси 2019 года. Золото главного старта четырехлетия – мечта, поэтому в этом году в первую очередь необходимо завоевать лицензию на Олимпиаду в Токио. Я не буду делать, что Евроигры – это основной старт. Основной старт, я уже говорила, что это отбор на Олимпийские игры, это чемпионат мира. Но это из основных таких стартов, на которых надо хорошо выступить, и хочется хорошо выступить, потому что это проводится дома. Министр спорта говорил, что хочет высокие призовые сделать для победителей европейских игр беларусов. На мой взгляд, это, конечно, хорошо. Как Вы думаете? Я думаю, это отлично, потому что на прошлое, на первые европейские игры как-то так не особо поощрили призеров. Поэтому хотелось бы, да, вот это дополнительная мотивация, стимул, чтобы занять место, взять медаль и получить вознаграждение. Понимаете, что на Вас груз ответственности будет одним из самых больших, ну, в том числе, наверное, как на боксеров, может быть? Я-то понимаю, что груз ответственности. Все хотят повесить этот груз ответственности на спортсмена, все переживают, все волнуются, но никто не задумывается о том, что какого спортсмену это очень тяжелее становится, что с таким грузом. Поэтому я желаю всем спортсменам на себя этот груз не вешать, а выходить и делать свою работу. Борьба для Марии и занятия всей жизни только приятные семейные вопросы могут отвлечь чемпионку Европы от любимого дела. Нет, я не хочу, наверное, бросать борьбу, но хотелось бы задуматься, как бы, вот вы задавали меня просто про личное, да, там, семья, дети, а потом уже можно будет и подумать. Ну, личное не должно быть публичным, я думаю. Все хорошо? Хорошо, да. Все хорошо в личном вопросе и у не менее именитой Василисы Морзалюк. Правда, спортивный уклад жизни и у Марии, и у Василисы накладывает отпечаток на бытовые моменты. Ну, естественно, уже мне, например, 31 год, так, и я уже задумывалась о том, чтобы создать там ячейку общества, сесть дома, рожать детей, воспитывать их, готовить мужу борщи, я утрирую, да, я думаю, что никогда таким человеком не буду, потому что спорт предполагает какие-то привычки, естественно, на одном месте сидеть невозможно. И там молодой человек, который меня выбрал, или девушки, которые выбирают спортсменов, они изначально понимают, какой образ жизни ведут, и я думаю, никто никому мешает, не нравится, ну, до свидания. Действующая чемпионка европейских игр на этот год ставит задачу защитить свой титул. В отсутствие спарринг-партнеров тренируется Василиса с мужской сборной страны. На самом деле тренироваться не с кем, очень мало с кем, скажем так. Ну, с ребятами немножко сложнее, потому что все-таки у мальчиков и антропометрические данные немножко другие, центр тяжести, например, у девочек всем известно где. Во-вторых, технический арсенал у ребят другой, естественно, сложно бывает перестраиваться после мальчишек к женщинам. Ей надо было и раньше тренироваться с ребятами. Конечно, с сожалением, что мне дали, плохую школу дали. Я подходил и говорю, ты можешь подсечки? А я, говорит, не знаю, что такое. Знаете, если бы она прошла эту школу по-настоящему в вольной борьбе с подсечкой, ну, это, то она прогрессила, чтобы еще лучше. Но при этом Александр Медведь уверен, что свое на европейских играх белорусы, в том числе и Марзалюк, однозначно возьмут олимпионик. В 2020-м мечтает вновь вернуться в Токио. Главное, чтобы здоровье позволило. Именно в Японии он завоевал свой первый титул олимпийского чемпиона. Хочется вспомнить былое, да и убедиться в техническом прогрессе токийской инфраструктуры. А мы жили вот, а рядом душ был, и краны капали. То я попросил приоброжанского тренера, чтобы он отремонтировал. Потому что чувствуешь за стенку, что капает. Ну, сейчас олимпиада в Токио будет самой технологичной, говорят. Там будет все ультрасовременное, компьютеры, все будет. Да, вы знаете, японцы могут это называть. Я в чем уверен. Я помню, у нас встреча была такая товарищеская по сборной. И мы все стоим с матрешками подарить. И они с ящиками. Ну, мы все рады. Ну, думаю, подарят нам спидолы. Это там по-другому, такие приемнички. Ну, случили. Мы такие довольны. В номер пришли, начали. Каждый хочет скрыть. А оказалось, там уже вот такие баночки огурцов. Как все смеялись. Маленькие огурчики такие. Борцы сегодня обижаются, мол, нам уделяют мало внимания. Хочется в корне изменить ситуацию, подчеркивает Ммашук. Командар Маджидов согласен с Марией. Правда, без помощи извне здесь не обойтись. Нам надо больше сайт сегодня немножко улучшить. Со СМИ надо работать. Но если вдруг в федерацию борьбы постучится талантливый с именем пиарщик, вы его послушаете? Конечно, послушаю. А почему бы нет? Я бы с удовольствием. Потому что, я еще раз, если мы не будем, никто нам не поможет. Мы сами должны этим заниматься. Пока же будет решаться этот вопрос на чемпионате Беларуси. Беларуси в Лиде лучшие пополнили ряды сборной. Следующим крупным стартом для борцов станет апрельский чемпионат Европы, который примет Бухарест.